Продолжение следует... В разных контекстах и мне всегда показалось, что какая-то организация должна помочь им. Наши задачи в программе «Пропавшие без вести» — это прежде всего право знать, чтобы семьи могли узнать, где находятся их близкие и получить человеческие останки. Уже пять лет мы проводим эти раскопки и экзумации, идентификации останок тел. Уже разработано очень много мест по всей территории Абхазии. В этом году, например, будут разработаны более 40 разных мест. Эта работа, конечно, не могла бы осуществить без тесного сотрудничества с разными акторами. Например, власти Абхазии. И здесь имеется в виду комиссия «Пропавшие без вести». Есть и другие организации, например, «Движение матерей Абхазии», которые вообще начали эту работу. По сей день идет поиск «Пропавших без вести». Наша организация со дня его создания занималась этим вопросом. Для нашей маленькой Родины 200 человек — это огромное количество людей. К сожалению, по сей день еще не найдено больше половины. И, слава богу, вот с 2011 года, можно сказать, как бы начался вот этот процесс. А уже в 2013 году были опознаны, вот первая партия опознанных. Знаете, этого ждали, наверное, в первую очередь, конечно, родители, но мне кажется, это ждал наш народ. Здесь должен быть человеческий фактор. Здесь не должно быть политики. Потому что сердце матери одинаково болит. В 1993 году мы их сгумировали за территорией республиканской больницы, где покоились 127 человек. Тело оттуда было изъято, которые в основном погибли и пропали без вести в мартовском наступлении. 22 человека опознаны из этого погребения. Ну и это участие Международного Красного Креста. Большое спасибо им за это. Они являются координаторами между абхазской и грузинской стороной. В этом году программа такая, чтобы молодых специалистов подготовить. Работают студенты с АГУ и студенты медицинского колледжа. Наши студенты обучаются и уже, в принципе, они могут уже работать самостоятельно. Я учусь в Афгазском государственном университете, на историческом факультете. В эту программу я попал так. К нам пришли представители Красного Креста. И они подробно описали, как будет проводиться работа, показывали разные слайды. Это меня очень заинтересовало. И я буквально в тот же день записался в эту программу. Я считаю, то, чем мы сейчас занимаемся, это очень важно для Абхазии. Так как 20 лет – это большой срок. Но даже сейчас семьи не теряют надежды узнать что-то о бедности пропавших, своих родственников. И мы как бы даем им, предоставляем такой шанс узнать что-то о своих близких. И я считаю, это очень важно. Я работаю в области антропологии уже 15 лет. Занимаюсь поиском людей, пропавших без вести по всему миру. По приглашению Международного Красного Креста мы работаем в Абхазии с 2013 года. Наша цель – поиск, обнаружение, эскумация, идентификация и передача останков близких их семьям. Они все еще ждут и ищут своих родных после стольких лет боли и страданий, чтобы дать им возможность помолиться и должным образом проводить в последний путь и попрощаться с теми, кто так тяжело ушел из жизни. Каждому человеку важно достойно проводить своих близких из мира, живых в мир, мертвых, с соблюдением принятых ритуалов. Ему необходимо иметь место, где можно поплакать и погоревать. Мы очень успешно работаем с Международным комитетом Красного Креста. Нас очень тепло приняли в Абхазии. Она стала нашим вторым домом. Мы осознаем важность происходящего и хотим завершить нашу работу. Для любого человека важно иметь могилу. Я думаю, что вот если мы найдем, даже меня это ужасно страшит, но это должно быть. Мы радуемся, что мы с почестями предаем его земле, где положено. Питаю надежду, что когда-то я смогу выяснить, опознать. Вот теперь у меня душа спокойная, потому что сын знает, где его отец захоронен, и внуки тоже будут знать.